чудное время для того чтобы завершить водяную тему я считаю мы дождались как раз чтобы лег снег холодрыга сегодня и с нами сергей никулин человек который известен я думаю всем кто фанатеет по спортивной рыбалке потому что это победитель первого этапа турнира про энглер слиг никогда не выговорю это замерзшими губами вот сергей сейчас нам расскажет про свою лодку это реально спортивный болит эксклюзивная которая кстати вроде бы уже готова пойти в серию вы сможете приобрести ее и собственно говоря составить сергею конкуренцию хотя он хитро улыбается наверное вам будет поначалу слабо смотрите какая у него шикарная борода он за ней скрывает свою схожесть с буди харрельсоном я так считаю погнали сейчас все навалом потому что лодка сейчас не эксплуатируется поэтому в таком виде все кресло как как у тракториста типа барная велосипед барная ну типа барный да она регулируется по высоте вообще она не для того чтобы сидеть а для того чтобы как бы ну полу облаготиться на носу рабочее место организовано следующим образом здесь электромотор соответственно педаль управления электромотором и многофункциональный дисплей который находится сети вместе с электромотором с остальными приборами со всеми в сети можно управлять любой точке либо с дополнительного беспроводного пульта когда находишься на носу если идет динамичная рыбалка движение на педали управляешь не в автоматическом режиме а в ручном режиме очень удобно пользоваться таким вот кресел ком и одновременно облавливать контролируя глубину наличие рыбы по многокациональным дисплеем он сейчас сам управляет на якоре стоит отруга педаль он тут же снимается с якоря и мы можем управлять в ручном режиме педаль на лоренсе с физической от мышечной памятью то есть ну все делаешь как как ходишь и вот например есть свальчик или например травка вот вдоль берега да вот ну то что тут осталось даже видно какая-то травка и мы например хотим будет обловить вот эту травку щучку половить ну там окунька на спиннинг соответственно идем на моторе и обкидываем регулирую скорость если это например какой-то локальный интересный участок нажали одну кнопочку за икорились откидали ваше участие проектирование лодки какой вообще откуда она выросла совместный проект с компанией босфор вот чертежи вообще от идеи катера до чертежей и последующего уже производства обкатки тестирование на воде и его тестирование фактически прошедший год впали от тестирования фактически это как прототип 1 точнее 1 экземпляр и тестирование он прошел сейчас они его в серию пускают большая часть всех заданий исходила от меня то есть лодка изначально проектировать именно под пол то есть фактически то как я ее вижу соответственно мы садились следующем этапе садились с инженером неоднократно встречались и обсуждали там каждую общую концепцию каждую деталь постепенно вот так это превращалась чертеж возникала лодка так интересно вперед просто ходовой корпус потом начинает там обрастать внутренняя часть кокпита это техническая инженерка всякая то есть где пойдут кабели где пойдут будут размещаться там приборы систем вентиляции вот это все и так вот был готов проект чертежа затем все это на раскройку отдается лазерная раскройка и последующая уже сварка потом испытание на воде похожий корпус с похожими обводами босфора есть это 700 кбр боу райда вот те принципы которые в том корпусе используется это гидролыжа они были взятые и для этого корпуса поэтому и он был удачный с точки зрения ходового корпуса сразу получилось очень круто с точки зрения мореходности не только благодаря размеру а еще ряду решений то есть я абсолютно не забрызгивает вот чё бы не было какая бы не было волна всегда сухой вот абсолютно то есть но таких лодок я даже среди крупных лодок это относительно редкость то здесь прямо вот заряжалась под то чтобы вот именно все погодка ряд нюансов при проектировании что она просто простая в обслуживании по инженерной части то есть там по оборудованию по электронике то есть эта установка очень простая и очень просто обслуживается очень просто что-то переделать переставить например даже просто поменять какой-то элементарно передохранитель и сделал на очень удобно я покажу есть ограничение ограничение на мощность мотора и на длину лодки длина 7 метров ограничение по мощности 250 лошадиных сил дайте я угадаю длина раптора 7 метров мотора 250 лошадиных сил ровно чем ровно 7 там пару миллиметров запас делали чтобы если что мерить будут нас наказали чуть меньше на пару миллиметров буквально буквально компоновка спортивная рыболовная именно под ловлю спиннингом большая фиш платформа чтобы можно было перемещаться по всей лодке удобно было ловить сделано опять же для удобства облова и удобства взятия рыбы фальш борта очень маленький поэтому на корме их практически нету остойчивость лодки позволяет вставать на борт абсолютно в любом месте лодки причем может стать два человека отдать вас приглашу вместе вместе облокотимся например берем рыбу с борта хотя при этом здесь очень высокий борта относительно легче сюда перешел и все равно не наклоняется но это благодаря габаритам в общем габаритах при этом нет конечно у него достаточно большая киллевадос на мидале на трансе и и очень острый форштевень но за счет габаритов она два с половиной метра по ширине общем максимальный габарит и соответственно и большая длина у него очень хорошая статическая устойчивость у капитана штурмана отдельно спиннинговые рундуки большие под пять удочек каждый очень просторные так чтобы было удобно спиннинг достать и спиннинги не касаются друг друга то есть фактически ну сюда может человека легко поместиться причем достаточно такой человек в теле и дорогие спиннинг я не использую потому что ну непосредственно в работе какие-то супер дорогие ну там над ним так сказать дрожать нет никакого желания и поэтому удочки относительно недорогие ну относительно тут вот здесь вот сейчас в рундуке самый дорогой порядка 12 тысяч но это просто . а катушки дороже самая дорогая катушка 40 если говорить про финансовую составляющую то только лучше рыболов года получает хорошее финансовое вознаграждение которое может компенсировать хотя бы те затраты которые за сезон спортсмен сделал выиграть один этап там полмиллиона двоих соответственно делится капитан напарник штурман 250 тысяч там затраты на этап они считают больше каждый год пал это не плавное развитие а такое скачка образное каждый год очередной скачок технический впали практически не осталось лодок меньше пяти метров одна лодка и ребятам очень тяжело конечно вступать и раньше вставал на пятиметровые лодки это тоже было тяжело то есть сейчас уже впали остаются пять плюс и реально конкуренты наиболее сильные они на более крупных лодках если у тебя большой быстроходный катер у тебя не связаны руки мореходностью не связаны руки дальностью похода то есть ты не зависишь там от природы скажем так от ситуации на воде там от ветра от волны захочет а поехал это зачастую играет решающую роль как например здесь вот домашний этап у нас была хорошая точка в прошлом году был отвратительно выступали на домашнем водоеме но кто-то говорит что это заклятие проклятие домашнего водоема и никто в поле за редким редким исключением никогда удача не выступал на домашнем водоеме там ситуация очень простая была то место где мы планировали лови там было огромное количество щуки но его как казалось знают еще два экипажа очень далеко было от старта и на 5-метровой лодке мы проигрывали тем кто зашел и мы просто вы просто отдали это место бесполезно даже смысла нет идти здесь технологический рундучок для обслуживания здесь идет канал электропроводки натяговую группу но там пена видно для положительной плавучей лодки даже полностью затоплены как видите полностью сухая пена тяговая группа аккумуляторов для электромотора пара литий-железо-фосфатных аккумуляторов каждый по 54 ампер часа номиналом сразу 36 вольтовый то есть на полюсах здесь не 12 вольт как все привыкли а 36 вольт пара соответственно 108 ампер часов номинала если пересчитать это на свинцово-кислотную это составляет более 150 ампер часов симметричные рундуки вещевые капитана и штурмана два рундучка здесь находится ниши также по бокам для приманок первой очереди то есть те приманки которые используются в данный момент находится в этих нишах рундук большой вещевой кода сейчас здесь разные вещи обычно здесь только непосредственно когда идет соревнование здесь только корпус приманками большой аэратор длина его 140 сантиметров глубокий полностью оснащенный по последнему слову техники от двух контуров аэрации забортная вода внутренний контур рециркуляции воды оксигенатор стоит для нагнетания кислорода воду и камера камера да тоже видеокамера есть а это разметка уровень воды нет это просто автомобильная камера используется по поэтому или парковочный радар когда рыбы припарковали симметрично расположена группа носовой аэратор кормовой аэратор не значит кормовой основной аэратор более более объемный длина 140 здесь длина 110 ну 110 . порядка порядка 14 килограмм щука разместить вы должны довести ее живую до хималида и потом вытащить до на отпускать сразу после то проведено вешали почему вы куда-то спешите в чем суть чемпионата можно вот у вас я так понимаю борьба за место где есть рыба даже если нет борьбы за место есть борьба за время результат рыбалки фактически итоговый результат зависит от потраченного времени и используем основной на рыбалке это время соответственно чем у тебя больше времени непосредственно ловлю тем лучше результат по итогу то есть ты больше просто поймать нечего если в основном ездишь и делаешь это медленно то есть основное время ты тратишь на перемещение за соответственно у тебя меньше времени просто на заброс скорость напрямую связано с мореходность то есть может быть скорость по спокойной воде хорошая а по волне нам малых лодок она будет падать из-за того что падает проходимость от гребни проходишь когда гребни если мы на маленькой идем огромную роль играет телеватость то есть ты врезаешься в волну следующую волну ты соответственно между гребнем проваливаются опять заходишь на гребень то есть ты между гребнями как бы вот едешь и тут очень важна телеватость если короткая лодка то есть когда тот падаешь гребня забираешься на гребень что у тебя как можно меньше тебя кидало а когда длинная лодка вот здесь уже начинает играть именно длина. Когда длинная лодка, то получается у тебя корма находится на одном гребне, а нос уже цепляется за другой. И ты идешь не вот между волнами, а ты идешь по верху. Если на маленькой лодке, на большой волне, ты наоборот сбрасываешь скорость, чтобы тебе не вылетать с волны. Здесь ты наоборот добавляешь, чтобы идти по гребням, чтобы нос не падал, он успевал цепляться за следующий. И именно вот это играет роль при плохих погодных условиях, при большой волне и размер категора. Бывают настолько плохие погодные условия, что отменяют среду? Да, бывает. Это что за условия? Ну, это условия, как правило, именно большая волна. Потому что спортсменов не выпускают по одной простой причине, что когда адреналин зашкаливает, начинает планка в своем сохранении снижаться. И спортсмены могут пойти и вот там, если есть рыбы, пойдут там, где можно убиться. Насколько тяжелые бывают условия? Ну, например, Казань, прошлый год. Были такие ситуации, чтобы выйти на нос, вот тогда в Казань, чтобы выйти на нос, это нельзя было сделать на ногах стоя. То есть приходилось на четвереньках выползать на нос, вставить электромотор, в четвереньках уходить назад, сзади меньше трясет, и сзади уже спокойно стоишь, ловишь. Ну как, относительно спокойно. И здесь же играют габариты тоже при волне. Когда большая лодка, у нее лучше остойчивость статическая. То есть она лучше сопротивляется перемещению рыбака, там, внешнего воздействия в волне. То есть она более остойчива на воде. Менее подвержена там кренам, дифферентам. И сейчас складывается так, что если выпускают организаторы на семиметровой лодке, вот на Рапторе, мы вообще не думали, куда нам пойти. Куда хотели, туда и шли. Волна, волна. Нет волны, ну, замечательно. Есть волна, еще лучше, значит меньше конкурентов там будет. Вот уровень транса здесь заканчивается. А дальше лодка еще выступает. Это сделано не только для того, чтобы можно было спокойно выйти, там что-то может быть с мотором на воде какие-то действия сделать, но это также продолжается и ходовой корпус. То есть корпус там снизу, он продолжается тоже дальше. То есть вот эти вот, с левой и с правой стороны, такие конусы они выступают. Это добавляет остойчивости, поскольку весь здесь очень большой мотор и в основном весь сзади получается, чтобы меньше задирался нос на волне. И тут получается добавлен вот такой нюанс. Плюс на ходу это добавляет некоторых качеств. То есть у вас трансовых плит нет, а вместо них удлиненный хвост? Ну, получается они, да, какую-то роль выполняют, в том числе трансовых плит. Гидролифт, да. Это очень нужно, особенно при крупном моторе. Очень нужно и в пале. Вообще, лифт здесь добавляет достаточно прилично лодки в ходовых качествах. Ну, помимо прохождения, собственно, мелководья с большим мотором, это достаточно критичная история и большая лодка. Еще плюс на максималке добавляет, там километров пять лифт дает на этой лодке. А как часто и много вы на максимальной скорости? В пале постоянно. То есть весь тур он идет на максималке. Ну да. И какая скорость? Замеряли? В полной боевой, там со всеми аэраторами втроем, то есть с напарником плюс оператор 90. Винт необычный или просто какой-то стоковый стоит? Да нет, стандартный родной винт. 21,5 Сузыковский стальной винт родной. Испытывали несколько винтов 21,5, 23 и 24,5. Стандартные Сузыковские винты. На винтах с большим шагом лучше крейсер, экономичнее, но хуже динамика. Не особенно когда полная загрузка там с аэраторами, вот 24,5 уже тяжеловато выходит на глиссер. 21,5 вот идеально, а максималка там плюс-минус одинаковая. Все многофункциональные дисплеи, все в сети. Вот эти два одинаковых, это Elite FS модель, Lawrence Elite FS 9-дюймовый, это кормовой и носовой. Здесь на капитанском месте 16-дюймовый HDS Live, девятка HDS Live. А что на каком экране? Почему их так много? Сделано так, чтобы можно было не переключаться. Как правило, здесь картография, а здесь робоподисковый штурм. Он все-таки, даже если много мелких окон, у него есть возможность там проще ему вглядываться, приблизиться к экрану. А когда управляешь лодкой, особенно на волне, очень большую роль играет размер экрана. Даже просто попасть в какое-то вот меню на большой волне бывает проблематично. Они в сети, причем используют один и тот же набор датчиков, то есть он не дублируется, несмотря на все количество приборов, датчики используются одни и те же. То есть каждый прибор может использовать любой датчик в сети. Сколько датчиков стоит? Здесь датчик стоит боковой обзор нижнего сканера и сонара Active Imaging 3 в 1 и стоит Active Target вот по этому борту на струбцине, датчик живого сонара. Это вот датчик, да? Да. Вот, ну вот он на конце, соответственно, струбцина для работы с ним. Стоишь, ловишь и смотришь, сразу контролируешь, куда ты бросаешь. Каждый заброс был эффективен. Плюс сюда же можно вывести вот этот датчик живого сонара. Сейчас я его включу. Ловишь, видишь рыбу, кидаешь прямо в нее. Нет необходимости оборачиваться на приборы, которые на консоли. А что знаете, тут живой сонар рукой? Ну, сейчас, если бы рыбку нашли мы, вряд ли будет рыба. Рыба отдельная. Все плывет, ее видно четко. Каждую рыбу видно. А на экране вот вы что видите? Я ничего не знаю. Ну, к примеру, сейчас, сейчас вот карта, да? Можно вывести абсолютно любую информацию, с любого датчика. Он причем в сети полностью со всеми остальными приборами. У меня именно сонархаб. Грубо говоря, вы рыбу можете увидеть, которую хотите поймать. Причем с современными датчиками живого сонара, если установить их непосредственно на мотор, можно видеть не то, что то под лодкой, а именно видеть в данном конкретном направлении направлять и смотреть, как рыба движется в режиме реального времени. Как она реагирует на приманку. То есть забросил, видишь рыбу, прямо ей под нос скидаешь и видишь реакцию. То есть преследует она приманку. Или сразу уходит. Какое-то время преследует. Можно что-то менять там, в анимации. Большим экспериментом было сделать движную дверь. Долго пришлось поработать над конструкцией и получилась очень недешевая история, но очень удобная. Удобная чем? Что когда дверка открыта или закрыта, пространство здесь, если что-то лежит, вещи, или там открыть рундук, это абсолютно не мешает, независимо от того, в каком положении дверь. То есть в этом плане очень удобно. Получилось очень эргономично. А здесь? А, там стоит. Вся электропроводка коммутируется вот на этой панели. Сюда заходят положительные плюсы, общий минус на каждый защитно-предохранителем. Здесь расписано, какой за что отвечает. Дополнительное что-то подключить добавляется. Просто сюда подключается 5 секунд. Если где-то что-то перегорело, заменить, опять же, очень удобно. Амортизационные стойки, да, без них уже спорт невозможен. Это Smartfave, рыбинка edition, офигительные стойки. Я до этого пользовался Smartfave средней стойки, думал, это круто. Но когда я попробовал рыбинку, я понял, вот это круто. Ну, то есть, перегрузок нет, а при этом, например, у нас несколько раз отрывало пластиковые крепления, которые крепятся стандартные пластиковые крепления для аккумуляторов. Причем это на корме, где меньше всего трясет. То есть эти пластиковые истории закончились. И было сделано такое решение. Босфор, спасибо, ребята. Это такая планка. Там поддон. И теперь уже точно не оторвется. Сколько при такой эксплуатации сезонов лодка выживет? Лодка сколько угодно должна выдерживать? Самая непосредственно корпус такую эксплуатацию должен выдерживать бесконечно долго. Но он выдержит. В принципе, он тестируется на большей нагрузке. В гражданской эксплуатации я сомневаюсь, что только вообще кто-то кататься будет. А в фалле ты в спорте ты не думаешь, что она сейчас может развалиться еще. Но развалится, ну и фиг с ней. То есть, твоя задача другая. Твоя задача быть первым. А дальше, ну, бывает... Ну, то есть, вот сейчас лодка отпахалась сезон. Были впали случаи, когда лодки лопались. То есть, такие случаи были. Если сезон прошла, это для гражданской эксплуатации я не знаю, как 10-15 лет. В кормовой части, где-то находятся помпы, помимо двух лючков рецесса, сделан доступ за внутренние части. Вот этот вот... Помогите, пожалуйста, там за ручку. Тут столько сейчас свинца. Этот рундук достается. Отсюда доступ, опять же, под рецессное пространство, к оборудованию, которое здесь находится в баке. Датчик стоит. Тоже, чтобы можно быстро это было заменить, обслужить по необходимости. Из рецессного пространства здесь сделана ниша специальная с доступом. Из рецесса заходит проводка, дальше идет под потопчину. Но при этом, что самое важное, доступ к любому части вот этого оборудования. Здесь вот, например, доступ к аэрационным помпам. И там тоже через сервисный рундучок. Здесь вот через лючок. Здесь вот находятся аэрационные помпы. Подсветку? Ох, ё! Она, конечно, ночью красивая. Сейчас не так эффектно. Ох, ё! Это зачем? Ночью ловить. Или просто даже вот с вещами работать. Подсветка очень помогает. Причем выбрали именно красный. Свет. По роду причин. То, что меньше слепит. Те, кто внутри находится. То есть, когда ночью, например, рыбачиваешь, если еще плюс передвижение лодки, меньше слепит. А еще такой нюанс, то, что красный свет насекомые не видят. То есть, летом, когда много насекомых, они не летят на красный свет. Ну, вот если ее сейчас взяться, продавать, вот так вот, выставить объявление, почем она могла быть продана? Не знаю. Никто не считал, сколько она стоит. Ну, серийная у них, насколько я понимаю, ну, она, может быть, другая будет отличаться в каких-то деталях. Ходовой корпус точно такой же останется, я думаю. А детали будут по коппиту, может быть, опять же, там какие-то разные комплектации будут. Терийная, по-моему, там что-то в районе 2900 сейчас стоит. От 2900. Терийная, по-моему, там что-то в районе 2900. Терийная, по-моему, там что-то в районе 2900. Первый тур, крайняя рыба была поймана на крайнем забросе. То есть, прям вот рыбу ловишь, ваератор и поехал. Даже приманку не заставали, просто отрезали леску. Приманка в пасте осталась. И побежали, все. Пришли за 30 секунд до финиша. Там жесткие очень санкции, вплоть до обнуления веса за опоздание на финиш. И был второй день, тоже день судака. Мы тоже крайнюю рыбу поймали, тоже крайний заброс. Судака реанимировали, ваератор и на финиш. А вы говорите обязательно крайнее, да? Последнее нельзя говорить? Не знаю, такая привычка какая-то. Это лодка у вас крайняя, да? Но не последняя. Дай бог.